Артур Шопенгауэ Небольшое отступление. Я говорил вам о том, что Шопенгауэ очень сильно повлиял на массу мыслителей, философов, писателей, музыкантов, но не назвал одно имя. Это Освальд Шпенглер. О самом Освальде Шпенглере я уже как-то рассказывал, о его закате Европы. Ну, это его главная книга, и кому интересно, можете заглянуть по ссылке. А зачем мне сейчас понадобился Шпенглер, когда речь мы, в общем-то, ведем о Шопенгауэре? Вот почему. Основная доктрина Шпенглера была какая? Что вот возникают цивилизации, проходят какие-то этапы развития, и потом погибают. Собственно, весь процесс становления цивилизацией он даже таким словом не называет. Слово цивилизация – это конец, финиш, после которого цивилизация должна погибнуть. Но, прослеживая, вот как она становится на ноги, эта цивилизация, он очень большое внимание, очень большое, и об этом мы отдельно как-нибудь поговорим, обращает и на искусство. И вот, когда он речь заводит об искусстве, помните, что, когда я рассказывал о Ницше, я говорил о том, что там, вот Ницше в своей работе акцентирует внимание на противостоянии, на противоборстве двух начал. Это аполлоническая красота, эстетика и прочее, и стихийная, буйная, вот, дионисийская, которую объяснить, в общем, ну, никак невозможно. И это совпадает с позицией Шопенгауэра у Ницше. Но почему, причем здесь, в общем-то, Шпенглер? А вот причем. Я говорил о том, что в Древней Греции расцветают пластические искусства. А что значит пластические искусства? Скульптуры, статуи. Ну, они, на самом деле, эти искусства не только относились, естественно, к скульптурам и статуям, но дело в том, что время есть время, и скульптура это в основном то, что дошло до нас. Ну, камень дольше хранится. Кстати, эти статуи мы в основном знаем не в оригиналах греческих, а в копиях, сделанных уже в Риме. Ну, какое-то количество статуи римляне перевезли из Греции в Рим. Так что кое-что и оттуда дошло. Но сейчас не об истории, не о раскопках и не о прочих вещах. Вы когда-нибудь внимательно всматривались в эти статуи? То есть это, ну, такое совершенство формы, любой скульптор вам сегодня скажет, что это эталон своего рода, то есть что-то неповторимое, непостижимое. Как вот греки могли это делать? Но, я почему такой сделал упор? Вглядывались ли вы внимательно в эти статуи? А вы вглядитесь в их лица. И вот здесь начинается самое невероятное. Лиц-то пусты. То есть при всем совершенстве формы, абсолютное отсутствие духовного начала. Больше скажу, это от греков пошло, вы можете видеть бюсты каких-то мыслителей, там, трагиков тех же, там, Исхила, Софокла, или там, Аристотеля, кого угодно. И от них, я сказал, пошло вместо глаз просто дыры. То есть они и не пытались изобразить эти глаза. А глаза – зеркало человеческой души. Ну, это уже Лев Толстой. Души. А душа-то дионисийская. И Шпенглер это противоречие тоже отмечает. Ну, тут можно сказать, ну как же, Шпенглер-то после Шопенгауэра, наверное, оттуда взял. Я сейчас не буду на эту тему рассуждать. Взял он это от Шопенгауэра или нет. Но обратил на это внимание. И это действительно вот очень и очень важный момент. И поэтому вот мне и захотелось сделать это небольшое отступление. Ну, сейчас я вернусь к Артуру Шопенгауэру. Поскольку задача у нас, как вы помните, добраться все-таки до музыки. А к музыке надо подбираться, естественно, через эстетику шопенгауэровскую. Об эстетике я уже вам тоже говорил. Но я излагал эстетические взгляды Шопенгауэра. А сейчас я попробую вот на ту же самую эстетику шопенгауэровскую взглянуть с другой стороны. Как он понимал ее? Как он к ней относился? То есть, с одной стороны, он постулировал вот то-то и то-то, да? А вот зачем она? Что она? И здесь Шопенгауэр выскажет такие вещи, что эстетическое наслаждение – это облегчение от житейских невзгод. Ну, я уже говорил о созерцании, к которому призывает нас Шопенгауэр. Что, дескать, только в этом вот созерцании, когда мы не вторгаемся в эту волю, которая лежит в основе всего, мы и не пытаемся ее постичь. Мы просто созерцаем эстетически, да, скажет там Шопенгауэр. Так вот, это вот созерцание в его понимании есть вот отдушина какая-то, вот облегчает нашу жизнь, которая по Шопенгауэру изначально ужасно, трагично. Ну, не буду повторяться. И вот сущность искусства в понимании Шопенгауэра именно и сводится вот к этим безвольным созерцаниям. То есть, к безвольным созерцаниям вечно совершаемых каких-то, ну, даже слово «архетип» хочется употребить, хотя это уже Юстеф Юнг, вот этих архетипов идей мировой воли. То есть, вот она, воля, мировая, архетипический, слово повторяюсь, Юнг – это его термин. Что-то вот такое происходит, а мы вот отдаемся этому созерцанию. И дальше Шопенгауэр, он во всем любил разработать какую-то иерархию, какую-то схему, что-то поставить выше, что-то ниже. И он скажет следующее. То есть, вот он будет как их классифицировать эти произведения искусства, которые можно эстетически созерцать. Ну, вот архитектура. Архитектуру Шопенгауэр ставит, ну, что ли, в самом низу. То есть, с нее начинает. Если забежать в Шпенглера, ну, упомянуло же его имя, то там просто потрясающий анализ эволюции вот всяких архитектурных памятников. Но Шпенглер ест Шпенглер, не буду больше туда отвлекаться. Причем к архитектуре он относит самые разные вещи. Это не только храмы, не только там какие-то дома или что-то. А это вот там искусственные водопады, фонтаны, это вот всякие такого рода вещи. Все это вот для него, как бы, как он скажет, низшие ступени объективации воли. То есть, объективации воли, осуществленной руками человека, человека-артиста, художника, который вот созерцал эту волю и сумел таким образом нам ее представить. А вот чуть повыше он поставит скульптуру. Видите, и до скульптуры он добрался. Это, по мысли Шпенглера, следующая ступень объективации. Ну, вот он будет таким термином пользоваться. Я тут, как говорится, просто цитирую. Но, по его мысли, человеческий дух находит наиболее полное выражение, то есть, реализует себя, это в поэзии, которую, видите, он ставит выше двухназванных скульптур и архитектуры. И еще выше поэзии он поставит драму. Причем не просто драму, а трагедии. Трагедии, ну, в первую очередь, тех самых Софокла, того же Исхила, о которых я вам уже говорил. Но к трагикам он отнесет и других авторов, более поздних. Ну, он, например, будет называть Геотрев с его Фаустом. Или там Шекспира, Байрона, которые тоже вот изображали трагическое. Ну, выше всех для него там стоит, конечно, Данте. Но, видите, то есть вот трагедия, а жизнь трагична. То есть, ну, это концепция основная Шопенгауэра. Человек пришел в этот мир, родился для того, чтобы однажды умереть, да? Он никогда не забывает об этом. И поэтому вот с первой минуты нашего здесь присутствия по мысли Шопенгауэра мы сразу находимся вот в таком двойственном положении. То есть, с одной стороны мы что-то делаем, мы что-то совершаем, а с другой стороны мы знаем тщету всех наших усилий, поскольку в конце концов нас не станет. Ну, можно рассуждать о преемственности поколений и прочим. Ну, помните, я уже говорил вам об этом, что Шопенгауэр на этот счет действительно очень пессимистически смотрел. Он отнюдь не считал, что наши дети, потомки проживут жизнь лучше нашей. Что всегда это будет желание наслаждения, всегда это будет желание достичь каких-то целей, добиться чего-то. И всегда это будут фиаско, всегда эти цели будут недостигнутыми, всегда это будет что-то не то. То есть, не то, чтобы мы вообще ничего в жизни не достигаем, достигаем чего-то. Но, по мысли Шопенгауэра, это всегда будет оказываться не то, чего мы действительно хотели. Ну, задним числом есть честолюбцы, которые будут уверять, что они вот никогда не совершали ошибок, они все в жизни делали правильно, и они вот достигли того-то, того-то. Но, с точки зрения Шопенгауэра, это лицемеры. Если эти люди честно заглянут в самих себя, то они увидят, что ничего на самом деле из того, на что они замахивались, они все-таки не достигли. И, я уже сказал, трагедии и прочее. Так вот, самое высокое из искусств, даже выше трагедии, это с точки зрения Шопенгауэра, музыка. И здесь я просто обязан прочитать из него цитату, потому что иначе просто тут, ну, никак. Музыка не есть выражение какой-нибудь ступени, объективации, она есть снимок самой воли. То есть, творец музыкального произведения прозревает эту волю, о которой все время толкует нам Шопенгауэра. И вот он ее нам преподносит, он нам ее показывает, показывает, мы ее слышим, так сказать, понятно, что не глазами мы ее созерцаем. Но именно через слух она вот и входит в нас. И вот именно в музыке находит самое полное выражение по мысли Шопенгауэра. Мистическая сущность вот того бытия, в какой мы ведем, в каком мы присутствуем. И поэтому, сейчас я подойду к выводу, который может кого-то из вас удивит, но для Шопенгауэра это было вот так оно. И поэтому нельзя, считал Шопенгауэр, связывать музыку текстом. Ну, он тут же в пример приводит оперу, где это делается, что, дескать, текст понижает вот те высоты, на которые может подняться музыка. И, повторюсь, слепок самой воли. И надо сказать, что вот в таком взгляде на оперу, ну, в частности, на оперу, Шопенгауэр не одинок. Если кто внимательно читал «Войну и мир», Толстой, то там был такой эпизод, где Толстой отвлекается, вроде как, от основного повествования и вдруг начинает рассуждать об опере. Он оперу вообще не признавал как вид искусства. Ну, у него даже, я по памяти сейчас приведу цитату, мол, дескать, как это так? Вот, у него в груди нож, он умирает, он лежит на сцене и поет. Так в жизни не бывает. Ну, у Толстого несколько иной подход. Он реалист, считал себя, во всяком случае, таковым. Хотя, если кто-то опять же внимательно читал Анну Каренину, что увидел, что там есть куски, ну, прямо предвестия Джеймса Джойса, где идут просто прямые потоки сознания, что увязать с реализмом, ну, прямо, скажем, не очень просто. Но считал Толстой себя реалистом, оставим ему право себя таковым считать. А вот к опере, как я сказал, относился, ну, очень похоже с тем, что я вам только что сказал о Шопенгауэре. И поэтому для Шопенгауэра, как я сказал, ну, повторюсь снова, истинная музыка, она бессловесна. Ей не нужны слова. И там вот он на первое место выносит, скажем, Моцарта, его симфонии, ну, называет других композиторов. И вот именно это, конечно, и зажгло Ницше. Вот когда Ницше добрался до этого места в трактате шопенгауэровском «Мир как воля и представление», то он просто увидел, что этот человек, ну, предсказывает его мысли. Только вот он на них останавливается, а Ницше пошел дальше, стал их развивать. То есть, видите, о Дионисистве вы у Шопенгауэра ничего не найдете. Но, тем не менее, признавая наличие вот такой стихии, вот этой вот самой воли, о которой мы столько говорим, тут просто Ницше увидел, что это вот и есть то самое Дионисиство. И поэтому в своей работе «Происхождение трагедии из духа музыки» там прям такие огромные цитаты из Шопенгауэра. Одна, если память не изменяет, занимает больше страниц. Но давайте я здесь остановлюсь. Остановлюсь потому, что, в общем-то, я подобрался к тому, к чему хотел. Но, как вам обещал, не хочу здесь оставить Шопенгауэра, а хочу просто прочитать вам несколько его афоризмов, поскольку обещал. А, во-вторых, действительно, это очень интересно. Есть одна для всех врожденная ошибка. Это убеждение, будто мы рождены для счастья. Я не буду особенно комментировать. Вы увидите, что все эти афоризмы просто подтверждают все то, о чем я вам рассказывал раньше. Но мне хочется, чтобы вы это услышали не из моих уст, а вот как это писал, озвучивал сам автор. В одиночестве каждый видит в себе то, что он есть на самом деле. Мир – это госпиталь неизлечивых больных. Одиночество – это жребие всех выдающихся людей. Ну, здесь я должен напомнить. Шопенгауэр считал, что настоящая жизнь, полноценная жизнь, проживается только в одиночестве. И поэтому, естественно, что люди выдающиеся, которые способны прожить жизнь в одиночестве, вот несут такой жребень. А вот интересное высказывание. Когда люди вступают в тесное общение между собой, то их поведение напоминает дикобразов, пытающихся согреться в холодную зимнюю ночь. Им холодно, они прижимаются друг к другу, но чем сильнее они это делают, тем больнее они колют друг друга своими длинными иглами. Вынужденные из-за боли уколов разойтись, они вновь сближаются из-за холода. И так все ночи напролет. Можно соглашаться, можно не соглашаться, но попробуй поспорить. Здорово сказано. С угасанием полового побуждения истинное зерно жизни подточено. И остается одна скорлупа. Да и сама жизнь уподобляется комедией, начатой людьми и доигрываемой автоматами в людских костюмах. Ну, здесь не удержусь от комментариев. Шопенгауэр вообще считал, что настоящая полноценная жизнь начинается где-то в лет в 60, когда человека покидают вот все те инстинкты, которыми он живет вот до этого возраста. Ну, я уже тоже говорил об этом, что вот, дескать, в животном мире, да, когда там собака, кошка, неважно, утрачивает способность к деторождению, то есть угасают вот те самые функции, о которых говорит Шопенгауэр, то оно погибает. А вот человек составляет в этом смысле в животном мире исключение. Он продолжает жить и после. Так вот, Шопенгауэр об этом скажет, что, ну, то, что он сейчас сказал, тем не менее в особую группу вынося людей, которые способны жить после этого. Но это вот особые люди, выдающиеся люди, которые составляют с точки зрения Шопенгауэра, ну, ничтожное меньшинство человечества. Так он относился к нам, людям, как говорится, из песни слова не выкинешь. Первая заповедь женской чести заключается в том, чтобы не вступать во внебрачное сожительство с мужчинами, дабы каждый мужчина вынуждался к браку, как к капитуляции. Ну, отношение к женскому вопросу Шопенгауэра я уже формулировал в предыдущем клипе. Сейчас просто вот вам цитата на сей счет. Будем откровенны. Как бы тесно не связывали людей дружба, любовь и брак, вполне искренне человек желает добра лишь самому себе, да разве еще своим детям. У Ницше очень много будет посвящено теме человеческого эгоизма. Эгоизм Ницше вообще рассматривал как архиположительное качество человека. Дескать, человек не эгоист, в жизни просто ничего не может добиться. Отсюда, очевидно, это и почерпнуто. Что же касается Шопенгауэра, он эту мысль не развивает, но, как он тут, я прочитал, да, его суждение на сей предмет, по-моему, оно исчерпывающе характеризует его взгляд на этот вопрос. Ну, что касается женщин, у него много, вот еще одна цитата. Жениться – это значит наполовину уменьшить свои права и вдвое увеличить обязанности. Жизнь есть ночь, проводимая в глубоком сне, часто переходящем в кошмар. Но это базовое, что ли, понятие всей его философии, поэтому удивляться такому высказыванию, я думаю, не приходится. «Науку может всякий изучить, один с большим, другой с меньшим трудом, но от искусства получает каждый столько, сколько он сам в состоянии дать». Вот это потрясающая мысль. Я ее принимаю целиком. Если искусство только воспринимать, на самом деле, ну, я уже в других клипах говорил об этом, ну, пример из джаза всегда люблю приводить. Джазист выходит на сцену и может хорошо, по-настоящему, отдавшись музыке, сыграть, если перед ним сидит соответствующая аудитория. То есть люди реагируют на то, что он делает. Реагировать можно по-разному, не обязательно там хлопать в ладоши, можно просто смотреть в глаза этому джазисту. Для него это уже достаточно. Так вот, это во всех искусствах происходит. Происходит, ну, самыми разными образами. Не знаю, можно тут в мистику залезть, сказать, что флюиды перетекают оттуда сюда и обратно. Но человек, воспринимающий искусство, он в чем-то становится равным художнику. И если вот человек способен к этому, то он и воспринимает искусство соответствующее. Ну, я уже говорил о том, что очень многие относятся к искусству просто как к способу поразвлечься, уметь время, там, потанцевать, попрыгать, покричать. Что нормально, и так относиться можно. Но если говорить об искусстве с большой буквы, то, конечно, оно требует или подразумевает другого к себе отношения. И я глубоко убежден, что талантливых читателей, например, в мире, может быть, даже меньше, чем талантливых писателей. Но это уже моя концепция. Хотите разделяйте, хотите нет. Одним из существенных препятствий для развития рода человеческого Следует считать то, что люди слушают не того, кто умнее других, а того, кто громче всех говорит. Ну, здесь остается просто согласиться. Лично я принимаю это его заявление на все сто процентов. Самая дешевая гордость – это гордость национальная. Она обнаруживает в зараженном ею субъекте недостаток индивидуальных качеств, которыми он мог бы гордиться. Это просто здорово. Эту мысль взял у него Ницше, и она получит развитие. Ну, у Ницше там огромное количество страниц посвящено нападкам на немцев. Вот какие они, что... Ну, на самом деле, от Ницше достается не только немцам, но по многим национальностям прошелся. Для него, как и для Шопенгауэра, в первую очередь был именно человек, индивидуальность. А какой национальности он принадлежит – это дело второе. Здесь уже начинается, что называется психология толпы, о чем очень много и всерьез рассуждал Юнг. Ну, и до него мы как-нибудь доберемся, а кое-что я уже рассказывал. Так вот эта вот национальная гордость, вот так ее понимает Шопенгауэр, и тут я, если вас интересует мое мнение, целиком с ним соглашаюсь. Смерть – вдохновляющая муза, философа. Без нее философия вряд ли бы даже существовала. В Шопенгауэре есть интересное рассуждение о двух небытиях, позаимствованное потом у него Набокова. И не только Набокова, но вот в его приглашении на казнь Набоков, ну, буквально прямым текстом цитирует Шопенгауэра. Видите, еще один человек, писатель, художник, на которого Шопенгауэр повлиял, я вот в том списке его не назвал. Шопенгауэр придет к мысли, что небытие, которое предшествовало нашему появлению на свет, и небытие, которое придет после, когда мы уйдем из этой жизни, это одно и то же небытие. Если нам было там так хорошо, будет рассуждать Шопенгауэр, почему мы так трагически относимся к смерти. Ну, это сложный разговор, я понимаю, но вот захотелось мне это сказать по поводу этого афоризма. Средний человек озабочен тем, как бы ему убить время. Человек же талантливый, стремится его использовать. А быкоба мне приходит на ум, его женщины в песках. Так, работа – это способ убить время, когда оно протекает бесцельно. Ну, а быкоба я сейчас по памяти цитирую, может, там одно-два слова не совпали, но, поверьте, мысль он там изрек такую. Не знаю, читал а быкоба Шопенгауэра или нет, но перекличка слышится. Талант достигает цель, которую никто не может достичь. Гений – ту, которую никто не может увидеть. Видите, как он ставит гения? И опять должен с ним согласиться. Действительно, мы ставим себе в жизни какие-то цели. Мы смотрим на других. Вот он, он, он достигли, а почему я не могу? И если человек талантливый, как скажет Шопенгауэр, то достигает. А вот есть в жизни цели, о которых мы просто не догадываемся. Мы не знаем, что их можно рассматривать как цель. И вот именно эту цель, так скажет Шопенгауэр, и достигает гений. И вот перед гениальностью Шопенгауэр падал Ницц, а мы, не знаю, считать Шопенгауэра гением или нет. Но то, что он сделал в философии, огромно. И если бы не вот эти суждения шопенгауэровские, то не зажег бы Ницше. А тем, что он зажег Ницше, он как бы передал эстафету вот той темы, которую я вам пытаюсь раскрыть, о происхождении музыки. Без Шопенгауэра понять, почему музыка вот такая, какая она сегодня есть, почему она вообще появилась и прочее, на мой взгляд, просто невозможно. Ну, ставлю точку. Я не хочу сказать, что я исчерпал тему, но для того, чтобы продолжать наш разговор дальше, а я после Шопенгауэра хочу перейти к Рихарду Вагнеру, я считаю, что сказал достаточно. Поэтому давайте сейчас попрощаемся и до следующих встреч.